так коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях получит сегодня подарок от вселенной также я друзья напоминаю что полным ходом идет набор на онлайн-курс пьеса в нашей сценарной мастерской если вы хотите научиться писать пьесы если вы хотите сделать это в нашей сценарной мастерской то ссылка у вас перед глазами проходите по ссылке подайте заявку и займите место пока его не занял кто-то другой если вы смотрите в прямом эфире если вы сейчас видите и слышите меня то напишите пожалуйста в комментариях что вы меня видите а также что вы меня слышите я вижу что народ подключается потихоньку я просто чуть-чуть пораньше вышел поскольку в контакт чуть и сегодня как-то последние пару часов подключил и мне надо понять как как у нас все работает так есть народ подключается окей друзья сегодня у нас с вами финальное занятие нашего с вами года денег и нашего двухлетнего двухлетнего курса практической магии господи сколько всего произошло за эти два года даже и представить нельзя такая плотность событий плотность изменений я ну такая целая жизнь на самом деле в эти два года уместилась это было не просто прямо скажем не просто сделать такой двухгодовой бесплатный подчеркиваю бесплатный двухгодовой курс таким большим плотным содержанием контента мне кажется что никто никогда такого не делал и вряд ли кто-нибудь когда-нибудь сможет такой фокус повторить но и я наверное тоже вряд ли решусь сделать такую штуку еще раз да потому что еженедельные вебинары да и каждый раз опять же новая тема и по большей части этой темы которые ну кроме как у нас нигде больше нельзя было посмотреть пусть этот курс останется таким памятником человеческому безумию записи останутся и если кто-то захочет в будущем да тоже нужно все это дело переслушивать или приходить приходить присоединяться и с нуля это все проходить в любом удобном порядке и на youtube и вконтакте и в группе и на моей странице все видео уроки сохраняются и так финал финальное занятие финальное занятие года денег значит я просил вас подготовить ваши вопросы если у вас есть какие-то вопросы ко мне то пожалуйста задавайте их прямо сейчас а пока я сделаю некое резюме то есть я думал как мне как мне все это дело завершить и я решил что будет правильно если я выберу несколько основных самых главных принципов а что такое принцип принцип это способ принятия решения то есть когда вы оказываетесь в какой-то непонятной для вас ситуации до принцип это то что помогает вам определиться в какую сторону двигаться и знаете что многие многие мастера до которые занимаются обучением чему бы то ни было далее до принципы в трейдинге и так далее так далее вот я для себя тоже решил сформулировать несколько таких базовых принципов которых было бы сконцентрировано все чем мы с вами занимались эти два года понятно что все каждая каждая такая схема это всегда упрощение е да но тем не менее да вот сама сама вот это упрощение она помогает в очень многих вещах разобраться да поскольку мы имеем дело с не структурированным хаосом с огромным количеством связей которые сложно установить да и опять же наличие этих принципов помогает разбираться в этих связях понимать что важно что неважно и так вот они у меня да у меня получилось 14 принципов и 14 заповедей понятно что конечно надо было бы как-нибудь красиво это все сделать либо 10 почему 10 потому что у нас 12 пальцев 10 пальцев до или 12 почему потому что 12 часов да ну вот у меня получилось 14 и так вот они эти заповеди я их текстом потом тоже размещу в описании урока чтобы вы могли их себе сохранить распечатать вставить в рамочку и повесить на стену и так вот они заповеди молчанова первое в любой момент времени все зависит только от нас самих из любого даже безвыходного положения или положение которое кажется вам безвыходным всегда есть выход просто этот выход может вам не понравится если вы говорите что выхода нет выход на самом деле есть просто это выход который вас по какой-то причине вам не нравится или вас не устраивает дальше 2 человек существует только среди других людей когда человек один он перестает быть человеком он становится чем-то другим даже если вы сидите один читаете книжку да или думаете о чем-то так или иначе вы находитесь либо среди других воображаемых людей до либо вы думаете о других людей то есть так или иначе мы связаны с другими людьми и все что мы делаем мы делаем с помощью других людей и для других людей если вы не умеете общаться с людьми учитесь если вы не любите это делать не любите общаться с другими людьми до найдите способ который будет для вас комфортным то есть это не значит что обязательно надо бежать в толпу людей кричать люди я вас люблю нет можно общаться с людьми онлайн можно общаться с людьми по переписке когда вы сидите один в избушке в лесу пишите роман который через два года кто-то прочитать вы тоже тем самым общаетесь с людьми потому что когда вы пишете в этот момент вы общаетесь с людьми которые будут читать ваш роман дальше третье главная цель каждого человека это увеличение своего влияния на других людей и это может происходить как за счет расширения количества людей на которых вы влияете так и за счет силы этого влияния на конкретного человека и если у вас есть сомнения по поводу текущих ваших целей сверяйтесь с этим главным принципом никогда не ошибетесь дальше наше время ограничено то время которое мы пребываем на земле да она его можно увеличить за счет там здорового образа жизни и так далее да но все равно предел положен но можно масштабировать наше время за счет других людей за счет того что другие люди помогают вам делать каких-то какие-то проекты да у вас одна жизнь который там от 70 до 100 лет на вот вы можете добавить ему еще одну жизнь если еще кто-то вам помогать вот вам еще 70 100 лет да а если 100 человек вам помогает если тысячи человек вам помогает если миллион человек вам помогать если 100 миллионов человек вам помогает да вы все что угодно можете сделать при этом не позволяйте другим людей людям масштабировать свое время за вас счет если это вам не выгодно да то есть не позволяйте другим людям заставлять делать их работу если это вам не выгодно если это идет в разрез с вашими с достижением ваших цель и при этом ищите людей которые готовы делегировать вам то что вы хотите делать то что вам выгодно то что имеет отношение к вашим целям дальше деньги это не эквивалент и не ценность это обман на нас пытается общество нас пытается убедить в том что деньги имеют какую-то ценность даже деньги являются эквивалентом времени труда там еще чего то деньги это поток и нужно это поток идущий от одного человека к другому идущий между людьми и нужно научиться отделять вот этих потоке денег от потока времени и ценностей да нам кажется что если я туда отправил поток своего времени да значит я оттуда получу соответствующий поток денег но вы можете потратить там 10 часов времени и получить за это 50 копеек можете потратить 10 часов и получить за это 50 миллионов рублей и то время которое вы тратите не имеет никакого отношения к количеству денег которые вы за это получаете. И то же самое касается создания ценностей. Вы можете создавать много ценностей и получать за это мало денег. Можете создавать мало ценностей и получать за это много денег. То есть это в зависимости от того, хотите вы создавать много ценностей, создавайте. Хотите мало ценностей создавать, создавайте мало. Хотите много денег получать, получайте много. Хотите мало денег получать получайте мало да то есть вот эти время деньги и ценность которую вы создаете между собой не пересекаются вообще дальше следующее не пытайтесь изменить себя и мир используйте естественные изменения себя и мира для достижения своей основной цель не пытайтесь повернуть течение вспять да это можно сделать да как я в свое время да не было такого течения да вот я создал вот это движение онлайн обучение сценарному мастерству в россии да и во всем мире любая любая киношкола начинается с актерского класса с актерского потом добавляется режиссерский потом добавляется продюсерский сценарий только в россии любая киношкола начинается с чего она начинается с обучения сценарий сценаристов почему потому что я уже там 15 лет качаю эту тему и раскачал ее уже достаточно сильно но и такая достаточно развитая индустрия онлайн образование сценарном мастерству до сценарные писательством она есть только в россии нигде и не то то чему учат онлайн в америке это это просто был гребаный стыд я покупал американские курсы это прям реально ну детский сад штаны на лямка там не то что с нашей мастерской не сравнить да вообще ни с какой мастерской не сравнить а вот поэтому но такую штуку можно сделать у меня это заняло много времени да фактически всю мою сознательную жизнь когда я в силу вошел да но и я понимаю что это можно сделать один раз за жизнь еще раз такой такой фокус я уже провернуть не смогу потому что не хватит ни здоровья не времени не не терпения ничего не хватит поэтому да можно повернуть течение вспять это можно сделать один раз за жизнь но в целом ищите попутные течение ловите волну и плывите по течению просто нужно выбирать да я понимаю что это звучит так себе дачу ты как плывешь по течению да но ты можешь выбирать говно не выплывущие по течению не может выбирать куда плыть а вы человек вы можете выбрать течение которое будет вас нести туда куда вам надо приплыть да и соответственно волна поднимающая уровень воды опять же да вы можете и не во время отлива пытаться эту воду там увеличить до а ждать прилива ждать волны и на волне на волне взлетать это надо уметь конечно видите чувство дальше никогда не пытайтесь никого не в чем убедить особенно себя это можно сделать себя можно убедить их и всех остальных можно в чем угодно убедить это требует огромной энергии требует огромных сил убеждение себя в чем-то переубеждение себя в чем-то требует огромных сил не надо этого делать вместо этого ищите и предлагайте подтверждение если вы хотите стать богатым да не пытайтесь убеждать аффирмации я богат я богат я богат но это все равно кнопку в бетонную стену пытаться воткнуть ищите подтверждение вашей жизни ваших действий того что вы богат и вы количество чем больше вы подтверждение найдете тем их больше будет до куда вы смотрите там и растет на вот и соответственно этих подтверждений будет все больше 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 они будут все более и более убедительны то же самое в когда вы продаете да опять же не пытайтесь убеждать кого-то в чем подтверждение показывайте подтверждение да как в нашей сценарной мастерской я показываю результаты да мне не надо говорить что наша мастерская лучше результаты учеников пока они говорят сами за себя вон там роман мы сейчас пишем да вон у нас уже там огромная книжная не то что книжная полка уже книжный шкаф книг написанных на этом курсе изданных и ставших бестселлер поэтому выигрыш самые разные премии а вот так что это говорит само за себя это продает саму себя дальше привычка жрет любую стратегию на завтра то есть вы можете придумать какую угодно крутую классную стратегию да особенно часто бывает тренинг какой-нибудь прошел получил эмоциональный заряд написал себе стратегический план что будешь делать да потом дальше возвращаешься повседневной жизни да и потом через полгода где-то натыкаешься на этот план такой ой ё-моё почему я ничего не сделал за эти полгода да почему потому что вернулся к рутине вернулся к привычным действием которые не приносят результата ну и все как бы привычка привычка вытесняет любые стратегические планы соответственно если ваша привычка противоречит вашей стратегии в вашей стратегии каю но что с этим делать ну нужно создавать новые привычки если вам нужна новая привычка вам придется самому ее создать это совершенно несложно до повторяющимся регули регулярными действиями кто-то говорит там разные исследователи есть кто-то говорит 20 дней кто-то 30 дней я на самом деле мне кажется что это индивидуально кому-то надо там полтора месяца чтобы привычка закрепилась кому-то там трех раз хватит то есть это не это не какая-то даже число дамбара для разных людей разные да и здесь тоже на самом деле для каждого человека разное количество повторений после которого возникает привычки можно очень крепко укоренившиеся привычки можно поменять я курил 20 лет в 10 лет я выкурил первую сигарету в 30 лет я выкурил последний сейчас мне слава тебе господи 49 лет 19 лет уже не курю у меня есть привычки не буду говорить какая привычка тоже дурацкая достаточно она не особо какая-то такая но вот была идиотская привычка которая у меня была всю жизнь 40 лет а вот я просто в какой-то момент решил ее избавиться избавиться за две недели вот заменив другой привычкой дальше следующий никогда не ставьте все что у вас есть на что-то одно лучше сделать 100 ставок так чтобы один выигрыш все купил чем одну ставку случае проигрыша которые вы потеряете все опять же социум он любит идиотов да он любит вот это не рискует только тот кто рискует вернее кто не рискует тот не пьет шампанского до рискуют только идиоты никто из людей которые реально достигли большого успеха никто из них никогда не рисковал и запомните рискуют только идиоты по-настоящему успешные люди не рискуют они проверяют все что можно до подстраховывается подстраховывать все что можно защищаются от любых вариантов провала а со стороны до окажется что вот человек там илон маск рискует если бы илон маск рисковал до у него первое же падение его ракеты до разрушила бы его карьер нет он все сделал таким образом до что он может 100 ракет уронить и взорвать и ничего ему за это не будет поэтому он не рискует вообще ничего и все это делает за государственный счет дальше стер что угодно со временем превращается в свою противоположность и вот это на мой взгляд это вообще самый главный принцип личностного роста и почему очень скажем так разные книги по психологии по личностному росту они работают но они работают на короткой дистанции очень часто у людей так бывает прочитал какую-то книгу узнал какую-то технику о круто все начинаю делать и результат через неделю уже прям какой-то быстрый даже в этот же день может быть какой-то быстрый классный результат а потом раз вроде бы то же самое делаю ничего не получается до результат уходит убегает утекает а вот нахожу новую книгу а там противоположное что-то совершенно сказано да я начинаю это делать начинаю опять результат получать и смотришь и не понимаешь как же так вот там говорят вот это надо делать я делаю получаю результат потом перестаю результат получать здесь говорят вот это надо делать я делаю получаю результат потом опять перестаю что делать так чередовать то есть все все время да если вы начинаете что-то делать и это переносит вам результат до через какое-то время это результат перестанет приносить и надо будет делать что-то совершенно противоположное вообще во все, что бы вы ни делали. Дальше. Следующее прозвучит как капитан очевидность. Тони Роббинс. Если ты хочешь купить квартиру, просто иди и купи квартиру. В этом стиле. На самом деле это не так. Да, давайте я сформулирую. В любой непонятной ситуации понимайте ситуацию. То есть, если происходит что-то, что вы не понимаете, старайтесь понять, что происходит. Не ждите, что кто-то придет и кто-то вам объяснит. Или вы будете сидеть и потом посмотрите, к чему это все в итоге придет. Сбор и обработка информации – это наша ключевая компетенция. То есть, если вы видите что-то, что вы не понимаете, старайтесь узнать, с чем вы столкнулись. Собирайте информацию. Изучайте языки, умейте работать с источниками, умейте работать с Google-переводчиками и так далее. И в потоке огромного количества противоречащих друг другу информации, учитесь оценивать достоверность источника. И принимать решения в соответствии с максимально полной информацией. Потому что очень многие люди, они вообще просто существуют вслепую. То есть, ааа, все побежали куда-то, я тоже побежал. Херак теряет все, квартиру, работу, семью. Почему? Да вот все побежали и я побежал. Ну, изучай информацию, делай выводы, принимай решения. А уже потом беги и кричи. Дальше, следующее, двенадцатое. Отдыхайте. Если вы не можете позволить себе отдохнуть, да, тоже, вот здесь есть опасная такая, это самое, у нас вообще такая культура повышенного трудоголизма. Да, у нас вот эти трудовые подвиги все совершенно никому не нужны. Да, вот меня, я когда работал в газете, меня дико бесило, когда там начинается сезон простуд, да, и вот какая-то там девушка приходит с простудой, приходит на работу, героически рассчитывая, что ее похвалят за это, да, вот я работаю, без меня ничего, все развалится, вот я буду работать, а вы меня там утешайте, отпаливаете горячим чаем, да, и так далее, и так далее. Тварь, ты, блин, пришла, пол офиса заразила, нахера? Ну, заболела, сиди дома, не разноси заразу. Да, и люди тоже, они как бы вот почему-то думают, что если они будут там убиваться демонстративно, да, то кто-то оценит, оценит их усилия. Ну, нет, никто не, чем бы вы ни занимались, вы все делаете для себя, вот. И, соответственно, если у вас вот этот вот трудоголизм в жопе крутится, да, что я не могу позволить себе отдохнуть, да, вот 11 часов вечера, мне надо еще что-то сделать, еще пост написать, еще там рассылку отправить, да, еще картинку поставить, еще на завтра что-то сделать, да, то есть если вы это делаете, значит, что вы херней занимаетесь, значит, что вы делаете что-то не то. Когда вы делаете что-то правильное, вот сделал дело одно, и знаешь, что все, это правильное дело, все, сразу же появляется ощущение, что ты имеешь право отдохнуть. Вот ищите такое дело, чтобы у вас каждый день было хотя бы одно такое дело, после которого у вас возникало ощущение, все, сегодня я молодец, сегодня я хорошо поработал. Я там работаю сейчас, новую книгу пишу, да, с утра написал, да, сейчас 12 часов, я с утра в мастерскую прочитал, рассылочку отправил, то есть все, 5-е, 10-е, да, и первым делом, конечно же, да, две страницы текста написал, две страницы написаны, все, я могу отдыхать. Сейчас вебинар отведу, и у меня в час дня начнется понедельник внезапно превратиться в выходной. Дальше я буду отдыхать. Спортом буду заниматься, с ребенком играть там и так далее. Дальше. Тринадцатое. Для того, чтобы в вашу жизнь что-то пришло, нужно, чтобы из нее что-то ушло. И поэтому очень часто бывает так, что когда мы сидим и что-то пытаемся невпихуемое в свою жизнь впихнуть, да, оно не впихивается просто потому, что там некуда впихиваться. Вот. Если вы хотите, чтобы у вас новое что-то появилось, откажитесь от чего-то, что у вас сейчас в жизни есть. От чего отказываться? Да похер, от чего. От чего угодно. Вот возьмите что-то, первое, на что глаза попадет, да, от него и откажетесь. Откажитесь. Если вы скажете, нет, нет, это важно. Окей, значит, другое что-то. Например, от любимого человека. Нет, я не готов отказываться. Окей, ладно, откажитесь от другого, от чего-то. Да, от музыки, которую вы слушаете, от книг, которые вы читаете, от привычек, которые у вас есть, от действий, которые вы делаете, от людей, с которыми вы общаетесь, от еды, которую вы едите, да, от там соцсетей, в которых вы зависаете. Не знаю от чего. Перебора. От одного отказались, от другого отказались. О, нет, что-то некомфортно. Ну, верните обратно. Значит, и так перебором вычислите то лишнее, что надо убрать из жизни. Как только вы уберете, сразу же в нее придет что-то другое. Дальше. Да, дальше. И последнее. Для того, чтобы делать масштабные дела, нужно самому стать масштабным. То есть нужно в себе выращивать вот эту масштабность всего. Масштабность мышления, масштабность действий. Вот все, что я хотел вам сегодня рассказать. Если у вас, если все понятно, давайте так, если все понятно, напишите, что все понятно. Если есть ко мне вопросы по вышеперечисленным, то задайте же мне эти вопросы. А я пока текст этих принципов размещу в описании урока и дальше буду отвечать на ваши вопросы. Так, давайте посмотрим. Мне пришло несколько вопросов раньше, в течение недели. Давайте я вам их зачитаю. Так, Катя спрашивает. Александр, благодарна за ваше наставничество за эти два года. Вопрос, что вам помогает оставаться в балансе между внутренними и внешними процессами. Выглядит со стороны очень красиво, но это много внутренней работы. Значит, смотрите, что здесь. Здесь надо понимать, я не очень понял, что вы имеете в виду под внешними процессами. Имеется ли в виду, что я транслирую в мир, то есть, что я проживаю внутри себя и что я транслирую в мир. Во-первых, если вы это имеете в виду, то у меня, что на уме, то и на языке. То есть, я очень мало чего-то скрываю. Я выкладываю там любые сомнения свои, ошибки и так далее. Я не вижу в этом проблем, в том, чтобы этим поделиться. Потому что я тоже веду постоянную работу. Я веду такой публичный дневник много лет. И я потом к этому дневнику возвращаюсь, вижу, что я писал когда-то давно и какие-то вещи я переосмысляю. Вплоть до того, что у меня была ситуация, когда я вел вебинар и забыл выключить вебинар, переключился на некий закрытый мастер-майнд, где мы с несколькими коллегами обсуждали наши какие-то внутренние дела. И мне потом сотрудница позвонила уже минут через 20, когда я все еще был в эфире, и секретные секреты какие-то разбалтывал. Забавно, классно это все получилось на самом деле. Я бы оставил это даже в свободном доступе, но поскольку там другие люди были, люди были секретные, все-таки мне пришлось отрезать эту часть записи и убрать их. Но тем не менее, дело в том, что вот я какой в закрытом пространстве, да, вот я какой с женой там мы сидим, разговариваем, я точно такой же и здесь. Нет такого, что я вот там говорю что-то одно, а здесь говорю что-то другое. Почему я этого не делаю? Да, чтобы не запоминать, что я кому говорил. И поэтому, если бы я, например, вот как бывают такие коучи и психологи такие тоже бывают в публичном пространстве, ой, я так люблю своих клиентов, клиенты такие прекрасные, они такие классные, так и вообще меня так поддерживают, и я их так поддерживаю. И я ухожу куда-то, и там, ой, блин, эти твари тупые, как они меня достали. Да, то есть вот если бы у меня такое было, да, наверное, это создавало бы определенный какой-то когнитивный десант. У меня нет такого. Я ровно достаточно как бы отношусь к клиентам своим, да, и я считаю, что клиентов не надо любить, их надо уважать. Да, и надо, и это значит, что надо к ним относиться, быть требовательным к ним. Да, и, соответственно, когда я уважаю клиента, я не обязан его любить. Некоторых люблю, действительно, некоторых не люблю, а уважаю всем. Вот, и поэтому у меня такие, да, я опять же, что я говорю там в закрытой нашей мастерской, да, я примерно то же самое в открытой, на бесплатниках говорю. Да, то есть тоже здесь нет какой-то такого раздвоения личности. Вот. Теперь, что касается внешнего мира, да, если вы это имеете в виду, да, что баланс между внутренними процессами, то, что у меня происходит, и процессами, что происходит в мире. А в мире за, там, последние 30 лет произошло очень много самых разных вещей, и позитивных, и негативных, и бывали времена и хуже, бывали времена и подлей, да, в которых мы жили, самые разные времена были. Вот. Слава тебе, Господи, да, эта эпоха перемен, которая 30 лет длится, она дала нам очень, очень большой опыт выживания в самых различных ситуациях. Но! Надо понимать, что жизнь, что такое жизнь? Жизнь – это процесс непрерывных изменений. Недавно, недаром главная китайская книга называется книга перемен. Да, все меняется, все меняется постоянно. и когда вот эти изменения, они не происходят постоянно, они не происходят с одинаковой скоростью. Иногда вдруг возникают какие-то медленные накопления чего-то, да, потом хоп, резкое изменение, потом опять идет медленное накопление, да, то есть это как волны такие. и в жизни человека это происходит так, да, то есть идет какое-то накопление, потом хоп, и квантовый скачок за несколько месяцев, да, резкое, резкое изменение. Вот неправильный термин квантовый скачок, да, ну вот, давайте его вычеркнем, да, просто резкое изменение с переходом в какую-то другую область, на другой уровень и так далее. Вот когда в мире происходят резкие изменения, да, я замедляю свои личные изменения и не занимаюсь ими непосредственно, да, я занимаюсь накоплением впечатлений, накоплением информации, потому что если ты, вот идет в мире эпоха перемен, да, и ты начинаешь тоже судорожно что-то, да, хочется тоже судорожно что-то менять, естественно, да, все побежали, я побежал, и вот когда люди, вот идут изменения, и люди судорожно мечутся, да, даже если ты что-то найдешь, чаще всего ты просто теряешь все, если все меняется, и ты начинаешь что-то менять, да, противофаза, и ты теряешь все, вот, и даже если найдешь что-то в эпоху перемен, да, то ты потом потеряешь это, я видел такое, да, что началась, началась движуха, началась эпоха перемен, человек, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, миллионер, вот, потом устаканилось, хоп, а он на этом миллионерство свое удержать не может, ты смотришь, таксует, вот, поэтому в мире идет перемены, я замедляю свои перемены, в мире начинает все устаканиваться, перемены замедляются, я начинаю свою трансформацию, то есть, когда мир стабилен, я занимаюсь своей трансформацией, своими изменениями, да, то есть, идет чередование, я не стараюсь одновременно с миром меняться, да, мир меняется, я выжидаю, я мир остановился, я начинаю меняться, так, Лавен Фокси, всю неделю думала над вопросом, скорее всего, многие ответы по своим проблемам я знаю и сама, но есть одна тема, по которой мне интересно ваше мнение, ваша методика повышения творческого КПД универсальна, это так, и я понимаю, что для каждого работают свои практики, и они хороши для мужчин, другие хороши для женщин, потому что женская энергия не равна мужской, какие-то прекрасно работают для обоих, все индивидуально, но путь героини, женская проза, и все, что касается различных подходов в литературе, психологии и так далее, насколько это рабочая идея, ну, конечно же, конечно же, очень много мужчин, очень сильно отличаются от женщин, да, во-первых, в физиологии, чисто физиологически отличаются мужчины от женщин, да, даже если посмотреть на биографию человека, да, женщины созревают рано, да, то есть в 12 лет женщина – это женщина, ну, у нее уже мозги женщины, да, и тело, очень часто и тело тоже женщины уже в 12 лет, да, мужчина в 20 лет еще сопляжет зеленое, да, и в 25 еще бывает, да, то есть там, ну, до 25, да, мужик – это просто дитя, и хотя физиологически, да, он уже там, условно говоря, там способен гены свои передать, да, но мозгов нет вообще, да, и постепенно, постепенно, да, происходит какое-то накопление, да, женщины быстро созревают, да, быстро становятся умными, и они этот свой ум сохраняют до старости, женщины живут дольше мужчин в среднем, это общеизвестный факт, лет на 10 в среднем в разных странах, в зависимости еще от экологии, от культуры и так далее, и так далее, да, и женщина с 12 лет до 90 лет, она все это время нормальный, хорошо соображающий человек, мужик в 20 лет дитя, в 60 лет обратно дитя, то есть мужчины быстро, вернее, медленно как бы зреют и быстро приходят в негодность, то есть мужики в нормальной форме, там плюс-минус 30 лет, там с 20 лет до 60, там с 25 до 65, вот, то есть вот этот промежуток, он меньше мужчин, вот, и соответственно, это просто надо учитывать, вот, и дальше, помимо этого, существуют социальные всякие ограничения, да, они, понятно, что они в разных культурах, они на разном уровне, да, и там в одной культуре женщина может только, там, мужики заворачивают их ковры, да, и вы как бы можете, если вы женщина, да, вы не можете выйти на улицу, там, иначе как завернувшись в ковер, да, через дырку, глядя на мир, вот, европейские культуры, они в этом смысле, естественно, больше возможностей дают, но и тем не менее, вот эти какие-то остатки патриархального вот этого мышления, да, они существуют даже в обществах, которые там более или менее считают себя передовыми, если не верите, посмотрите, погуглите, сколько губернаторов женщин в России, одно время было две, сейчас одна, вот, сколько директоров женщин крупных предприятий в России, ну, я думаю, что может быть там пять или семь, вот, поэтому, да, конечно, накладывает ли это ограничение, накладывает, конечно, накладывает, надо это учитывать, конечно, надо учитывать, поэтому, и отдельный путь героини, отдельный путь героя, если, опять же, помните, у нас было задание по пути, урок был по пути героиней, я, да, тоже свои какие-то мысли по этому поводу рассказывал, да, естественно, это другое, да, и это, не учитывать это безумие, вот, и я являюсь, я об этом много раз говорил, да, я являюсь феминистом в смысле равных прав, да, но я антифеминист в том смысле, что если мы будем говорить, да, что женщины и мужчины должны быть равны во всем, да, условно говоря, если ты женщина, да, ты человек, да, ты должна шпалы носить, грубо говоря, вот в этом смысле я антифеминист, естественно, надо учитывать эти ограничения, там, в том числе и физиологические, так, Наталья Филатова, у меня остался один вопрос, как быть с аскезой, после урока про договор со вселенной, переслушал я его вчера еще раз, не понимаю, проверять аскезу как договор, работает или нет, или аскеза это просто игра, или аскеза для того, чтобы отпускать важность вопроса, смотрите, по поводу аскезы, я считаю, что аскеза не работает как договор, да, почему, потому что аскезу вы все-таки делаете больше для себя, то есть упор, внимание на то, не на том, что вы получаете или не получаете, да, а на том, от чего вы отказываетесь, да, то есть вселенной, от того, что вы, вот вы скажете, я не буду пить больше кофе, и за это я должен стать миллиардером, посмотрите на это, как на сделку со стороны вселенной, с хера ли, вселенная должна делать вас миллиардером, за то, что вы не будете пить кофе, ей-то с этого какой, какой проб, да, то есть это невыгодная сделка, да, и вы, ваше подсознательное, да, оно будет вам говорить, чувак, ты херню порол, да, это, ну, вселенная тебе не будет в этом помогать, это невыгодная сделка, она неравноправная, вот, поэтому аскезу вы делаете для себя, и здесь гораздо важнее, здесь факт того, от чего вы отказываетесь, а не того, что получаете взамен, да, то есть что вы хотите взамен, да, вы выбираете тоже что-то, ну, адекватное, соразмерное, условно, вы отказываетесь от алкоголя, от курения, да, от беспорядочных половых связей, от игры карточной, и так далее, да, кому от этого лучше, ну, прежде всего вам, поэтому, да, вы, вот здесь, вы всю выгоду получаете здесь, в том, что вы отказываетесь, дальше, так, Maralike, неделя прошла не так, долго думала, а, у меня чуть не сохранился, вопрос, один на всех вопрос, да, вопрос, что будет дальше, ну, что-то будет, но такого годового, у меня была мысль, на самом деле, я там разный думал, там, сделать год удачи, или, не знаю, год инфобизнеса, или еще что-то, но вы должны понимать, что это невероятно тяжелая работа, да, то есть это, это, ну, я за это денег, мне никто не платит, да, за то, что мы с вами здесь два года занимались, да, я даже донаты не собирал, понятно, что какое-то количество участников пришли в мастерскую, да, но это несоразмерное количество, да, то есть это не было таким двухлетним, это не воронка, потому что большинство из вас к сценарному писательскому мастерству вообще никакого отношения не имеет, ну, тут и задачи нет, вот, для меня задача была, ну, сформулировать какие-то мысли, да, и их вот на живых, на живых людях, что называется, опробовать, да, то есть пустить что-то в мир, вот, и я думаю, что нет, вряд ли, вряд ли я еще раз что-то такое смогу сделать, ну, естественно, что-то у нас будет происходить здесь интересное, постоянно здесь что-то происходит, вот, прямо сейчас у нас идет набор на курс по написанию пьесы, я думаю, что сегодня, либо завтра я объявлю, мы сделаем, естественно, как и всегда, мы сделаем бесплатник по написанию пьесы, одноактной пьесы, и вот в июне, там, в конце июня проведем, так что, следите. Так, главный вопрос, который мне хочется взять, задать Александру Молчанову, где взять волшебную таблетку для изменения в моей жизни? Понимаю, что та самая волшебная таблетка, это всего лишь мои личные усилия, бесконечная стратегия маленьких шагов. По большому счету, мне нужно ответить, самой себе на вопросы, кто я сейчас, где нахожусь, чего хочу, куда хочу двигаться, да, совершенно верно, чем заниматься, чем наполняться и наполнять других. В чем моя основная цель, какова миссия, в чем суперсила, какая самая главная тайна? Привет, волшебные пеньки. Да, думаю, думала и поняла, что мне интересно заниматься той деятельностью, которая сейчас кипит на работе. Мне круто от того, что я много общаюсь, коммуницирую с людьми, много разных связей, так и так далее, и так далее. Значит, смотрите, действительно, вот, хочется, есть соблазн найти какое-то простое решение. Да, если вам нужно простое решение, вот вам, найдите вам волшебную таблетку. Это учеба. Учеба, это и есть волшебная таблетка. Вот если вам одним словом нужно, да, как изменить жизнь? Учитесь, идите учиться. Вот, а дальше уже начинаются нюансы, да, к кому учиться, да, где искать учителя, да, где деньги взять на учителя, да, какие книги читать, и так далее, как учиться? Вот, все это уже нюансы. Вот, ну и, конечно, да, все остальное, это вы. Работа, 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 маленькие изменения. Я не верю, я не верю, тоже, есть люди, которые этому учат, да, что, вот, 10 лет психотерапии за один тренинг, за три дня. Я в этом не верю. Наверное, может такое быть, я допускаю, но для этого человек должен быть готов к тому, к этим изменениям. Это очень рискованный процесс, да, с применением, там, гипнотехник, там, и так далее, и так далее, да, то есть это глубокое, достаточно проработка. Я не верю, что это можно в групповом формате сделать, и уж точно это нельзя в онлайн формате сделать. То есть это вот, если, то есть это сделать можно, да, быстрые изменения, один на один, там, за несколько дней. Но риск сломать человека, да, он очень, очень высок. Человек адаптивная штука, он, как бы, много что может выдержать, но и, если это без особого внимания это делать, то сломать человека тоже очень можно легко, да, в какое-то депрессивное состояние погрузить, да, и человек в окно просто выйдет, и все, вместо того, чтобы жизнь изменила. Поэтому я, кстати, всегда очень осторожно и в мастерской, и на бесплатниках наших говорю, да, что мне, когда кто-нибудь пишет, а у меня была депрессия, прошла ваш курс, вылечилась. Ну, ребят, значит, не депрессия у вас была, если мой курс вылечил вашу депрессию, было что-то другое. Вот, если у вас реальная депрессия, идите к врачу, не пытайтесь бесплатными тренингами это лечить. Так, как скопировать человека, если он жаворнака, я сова, продуктивное время с 9 до 11 вечера, не всегда получается в это время писать, устаешь, по основной работе не соображает голова, писать получается, только если нет большой нагрузки днем. Меняйте работу. опять же, смотрите, вот для меня это звучит так, вот человек, я, у меня рост 2 метра, а человек, на которого я хочу быть похожим, он метр 50. Как мне стать таким, как он? Ну, голову отрубите себе, да, или ноги по колено отрубите, будете тоже метр 50, да, то есть, человек жаворнак, вы сова, да, если это на уровне физиологии, да, а не на уровне привычки, то вы, это база, да, то есть, вы, это фундамент, вы это не переделаете. Можно переделать только в том случае, если вы на самом деле жаворонок, да, но у вас есть привычка, да, такая переученная привычка. Если вы реально четко знаете про себя, что вы сова, то, ну, как бы, ничего вы не сделаете. Вот. Если вы точно знаете, что вы сова, из-за работы у вас вечерами не получается писать, и вы хотите писать, и связывайте с этим свое будущее, ищите другую работу. То есть, я вам не могу сказать ничего другого, да, дать вам какую-то волшебную таблетку, что вы, вот, принимайте чай с имбирем вечером, когда вы приходите, и будет у вас писаться. не будет. Вот. Или отказывайтесь от своих планов стать писателем, и работайте дальше на своей работе. Проще работу поменять. Такую, на которой вы будете, еще раз, я про это много раз говорил, да, я считаю, что писателям общество не доплачивает, не доплачивает всегда. То есть, писатель создает ценность на много поколений, да, Гомера за его Ильяду кормили, кормили, поили, одевали. Да, я не думаю, что он какие-то деньги прям заработал своей Ильядой, да, все человечество сидит, читает много веков его Ильяду. Ну, вот. Поэтому я считаю, что для того, чтобы поддерживать свою тушку, свое тельце, да, свое существование в момент работы над текстом, автор вправе брать с общества столько, сколько он считает нужным. Поэтому найдите работу, на которой вы будете ничего не делать. Приходить, получать какой-то законный минимум денег и не испытывайте по этому поводу никаких угрызений совести. Потому что, если вы напишите хороший текст, который, ну, если не напишите, то не напишите тоже, ну, вы же попробовали. Вот. Но если напишите, общество получит свое вознаграждение за то, что вас кормило. это время. Думала, что так же тяжело будет обучение на годе денег. Так, очень тяжело отдавалась практическая магия, видимо, устраивается привычка. Думала, что так же тяжело будет обучение на годе денег. к большому удивлению, именно год денег меня вытянуло, держало на плаву. Ну, это же в обе стороны работает, потому что мне тоже было тяжело, поверьте, да, эти там 15 месяцев они никому легко не дались. Вот. И для меня, естественно, это и меня же тоже спасало. мастерская, естественно, наш монастырь, где мы прячемся от всех ударов судьбы, но и год денег тоже, естественно, помогал. Так, хочу пройти год денег самостоятельно в записи, поскольку некоторые эфиры пропустил. Никаких противопоказаний не вижу. Так, хочу сказать спасибо. За полтора года с вами легко прошло множество трансформаций, нашла и пол и потолок. Конечно же, будет задание на отзыв. Да, конечно же, будет задание на отзыв. Обязательно. Будет написать отзыв. Сейчас я чуть подробнее скажу, что я хочу от вас в отзыве. Так, спасибо, что сказали, что мужчина до 25 лет дитя. Отцеплюсь от сына наконец-то со своими требованиями стать серьезнее и взрослею. У него еще есть... Да, вот девчонки в этом смысле они другие. Они быстрее умнеют. Будет ли хотя бы ВП второго уровня? Не знаю, посмотрим, подумаем. Была у меня такая мысль. Понимаете, для меня дело в том, что, опять же, это для меня немножко такое хобби, что ли. Потому что основная моя работа это мастерская. И у меня сейчас, например, у меня сейчас все мысли о театре, все мысли о театральной драматургии. То есть, я готовлю сейчас, переписываю уже в который раз переписываю конспект курса по пьесе. И поэтому, да, вообще-то моя моя главная работа зачем меня сюда прислали учить людей драматургии. Это я с вами налево сходил, что называется, поскольку я люблю все эти технологии личностного роста, продуктивности и так далее. Это же тоже вынужденная была ситуация. То есть, когда мне надо было писать постоянно много качественного текста, да, нужно было искать техники для того, чтобы себя держать в форме творческой постоянно. Вот, поэтому я это все начал изучать. Весь год денег прошла в записи. Все записи здесь в разделе видео ВКонтакте зайдите и все там есть. Поэтому никакого противопоказания нет. Да, еще, смотрите, по поводу подтверждений, да, мы с вами в течение года делали, писали подтверждения вот в этих. Естественно, да, я тоже это была задачей, да, что мы с вами занимаемся два года, да, то есть два года это срок для большой серьезной жизненной трансформации. И я понимаю, да, многие из вас эту трансформацию прошли. Я понимаю, что неизбежно будет происходить, все равно будет происходить откат, да, то есть мы с вами здесь сидим, да, и вот живем в этом пространстве, да, и вот это пространство уходит, вам надо, что называется, вмируйте, вот, неизбежно будет откат. И вот если вы в будущем почувствуете, что что-то, что-то с деньгами херня какая-то происходит, да, что-то вот опять, опять деньги от вас начали убегать, вот, это может произойти, не обязательно будет происходить, но может происходить, берите и в течение недели-двух пишите подтверждение. Можете, если там комфортно здесь писать, да, можете сюда приходить и в комментариях к любому видео прямо писать. Сегодня там три подтверждения, такие-то, такие-то, то есть я вас не прогоню отсюда, да, можете писать. Нет, если нет возможности, блокнотик, каждый день три подтверждения того, что вы притягиваете деньги. И вы снова, как бы, как такой, как тюнер, на котором гитару перенастраивают, да, вот так же вы себя снова будете вот этот настрой подтягивать. Стоит ли вообще отказываться от холодных вариантов лошадь сдохла с леси искать больше теплых? Данила, ну зачем вы спрашиваете? Да, вот я не люблю такие вопросы, ответ на которые очевиден. Вы же сам знаете ответ. Зачем спрашивать? Так, вопрос, может, глупый. Хочу задать, как поэтапно бороться с ненужными привычками тормозящими? Здесь надо посмотреть, во-первых, надо эту привычку выявить, определить, да, то есть мы очень часто не замечаем свои привычки, вот, надо просто заметить, что, о, у меня вот есть такая привычка, вот первое сделали, да, дальше осознать, что мне эта привычка не нравится, я хочу от нее избавиться, да, бывают, да, бывают привычки, которые не замечаешь, например, вот у меня есть привычка сейчас я прям совершенно четко определяю, что у меня есть привычка пить кофе, вот, и пока у меня справиться с ней не получается, да, вот постепенно я вывожу, там, отказываюсь, вот, я заменяю привычку пить кофе, заменяю привычкой пить воду, у меня здесь обычный здесь чай, да, вот сейчас у меня водичка здесь отфильтрованная, вот я водичку пью, и, соответственно, каждый раз, когда у меня возникает импульс, там, а, вот, надо кофе выпить, хочу кофе выпить, я иду, наполняю себе стакан водичкой и сижу и пью воду, да, то есть я привычку пить кофе заменяю привычкой пить воду, вот, вот так вот, то есть, и нужно определить эту привычку, решить для себя, что вы от нее хотите отказаться, определить, когда у вас действие происходит, подтверждающие эту привычку, и заменить это действие каким-то другим действием, только так, да, и дальше, когда на место одной привычки вы что-то другое вводите, то есть, если просто отказываюсь от привычки, ничего не будет, так, за последний год вижу у себя, что холодные рассылки приносят около одного процента отклика и в итоге никаких результатов, а по поводу этой дохлой лошади, здесь вопрос, устраивает ли вас этот результат, то есть, если устраивает, ну, можно делать, а у меня есть действия, которые приносят либо небольшой результат, либо там вообще результата не приносят, да, но мы это делаем, потому что, ну, как бы результат, действие небольшое, немного от нас требуется, а результат, в общем, он нас и такое устраивает, да, то есть, если я делаю, например, 100 действий, и эти 100 действий приносят мне, каждое действие приносит по одному проценту результата, то меня это вполне устраивает, и это делает, кстати говоря, это делает более стабильным все, нежели если бы одно действие приносило бы мне 100% результата, если бы у меня такое было, я бы сразу же начал искать другое действие, которое тоже еще будет давать какой-то результат. Так, пассив холодных рассылок обычно считается важной частью вложений в тему базы для всего, не знаю, у кого, у кого это пассив холодных рассылок считается важной частью, продажа рассылкой на холодную аудиторию, по-моему, это безумие какое-то, я бы на холодную аудиторию рассылку вообще никогда бы не стала отправлять, да, то есть, наша рассылка, которая отправляется, да, то есть, у нас в рассылку можно попасть только одним способом. Это вот я сейчас только в последнее время выложил форму рассылки на сайте у нас. А до этого, и вот просто, чтобы там было что-то. Сегодня или завтра я ее уберу и повешу там объявление о бесплатнике пьесы. А в целом за все время существования нашей мастерской в нашу рассылку можно было попасть только одним способом. Через какой-то бесплатный тренинг. Там случайных людей вообще не было. И соответственно, люди, которые получают мою рассылку, они все 100% уже знают, кто я. И имеют ко мне какое-то отношение. Я еще ее и чищу периодически. То есть, если вы в нашей рассылке, и вы, например, в течение месяца письмо не открыли, вы будете удалены из рассылки. Поэтому там через рассылку прошло, за это время, за 8 лет там прошло больше 30 тысяч человек через нашу рассылку. Сейчас, я сегодня отправлял письмо утром с объявлением об этом вебинаре, сегодня там 2000 человек. Вот. И у нас раскрытие писем там какой-то совершенно запредельный, там под 80% иногда бывает. вот. Поэтому. И меня меня скорее устроит 80% открытия писем и там 3 продажи с каждого письма, чем если бы я отправлял 20 тысяч писем, у меня было бы раскрытие 6% и ни одной продажи. Так. Раньше я писала как хобби, и мне все нравилось, а когда начала об этом, на этом зарабатывать, то мотивация ушла, и с ней легкость. Что с этим делать, как вернуть желание писать? Найдите территорию, где вы делаете что-то для себя. То есть, например, когда я, мне всегда нравилось писать, но когда, например, и очень нравилось писать сценарий. Вот. И когда я писал сценарий, я писал только те проекты, которые мне хотелось писать. Я любил все свои проекты. Вот. Но, когда ты пишешь, например, там, 16 серий сериал надо написать, да, за, там, 6 месяцев, и, соответственно, ты сидишь и пишешь 10 страниц в день. Вот. И, естественно, происходит выгорание. Естественно, ты уже устаешь от этого проекта, да, и что делать? В промежутках между проектами я писал пьесы. Всегда. То есть, всегда делал какой-то текст, который я делал для себя. Вот. И если у вас есть вот эта территория, где вы делаете что-то для себя, да, вы там делайте то, что вы не можете себе позволить делать в тексте. То есть, когда вы пишете текст для продажи, сразу же появляется формат, да, условно говоря, там, когда пишешь роман для издательства, да, и знаешь, что в этом конкретном издательстве выйдет роман. Значит, там не должно быть того, сего, пятого, десятого, да, есть определенные ограничения, да, нужна какая-то территория, где этих, конкретно этих ограничений у вас не будет. Там могут быть другие ограничения, да, в театре, например, там, ну, свои ограничения определенные, да, но они другие. И вы, что называется, правую руку покачали, гири, да, книгу Эксмо написали, да, и левый, или сценарий, левую руку покачали, да, написали что-то другое, там, пьесу для театра. Вот обязательно должно быть что-то такое. Если объемные тексты, да, пишите что-то маленькое, пишите стихи, пишите хопку, какие верлибры пишите короткие. Вот, тоже очень хорошо работает. Именно, и не ждите от этого вообще отклика какого-то. Потому что у меня, например, вот когда, там, прошлым летом у меня вдруг внезапно начали появляться стихи. Верлибры, причем. Я всегда этот жанр, ну, не то, что как-то презирал его, да, но всегда к нему относился как к чему-то такому, ну, самодеятельному, да, такой. Верлибры любой дурак может написать. Вот, ты попробуй, как венок сонетов напиши. И вообще я для себя считал, что для меня там тема стихов уже давным-давно точно, точно пройдена. А вдруг начали появляться стихи, да, как реакция на какой-то негатив в мире. Вот, если они появляются, да, значит, ну, моя задача как автора, да, то есть я же радиоприемник, да, то есть если я поймал радиоволну, да, я ее обязан выдать в мир. Вот, поэтому, да, это, и это дальше, да, естественно, сделали этот текст для того, чтобы вернуть себе способность писать. И еще один нюанс. Вот мне очень нравится образ нитки золотой, который вы тянете из головы. Это образ Мендадзе, да, и вот вы тянете из головы эту нитку, да, и когда вы начинаете писать, да, эта нитка, ну, она такая говняная, вот, все, что пишете, такое графомания, да, потом раз, смотрите, о, уже нитка нитяная идет, да, потом, смотрите, о, заблестела стальная нитка, потом серебряная, потом золотая, потом бриллиантовая, вот, и может быть так, что вы тянете-тянете нитку, вот она бриллиантовая-бриллиантовая, раз, пошла говняная опять, вот, и человек просто в шоке такой, как же так, я там 40 лет в юморе, да, я 40 лет в этом бизнесе, да, и как же так, я уже такие тексты классные писал, а вот опять фуфло какое-то пишется, но дело в том, что вы не можете, как бы, сказать, так, стоп, что у меня такое, где золотая, вот, оборвать и это самое, оборвете, все, больше ничего не вытянете, вот, если идет плохой текст, да, ну, надо писать плохой текст, но вы же не обязаны его публиковать, вот, поэтому у меня есть реально большое количество достаточно плохих слабых текстов, вот, которые я просто не публикую, да, и все, да, но если идет, да, надо записать, то есть вы не можете, как бы, сразу туда рукой залезть, и где у меня там бриллианты достать, тянете то, что вам выдают. Так, есть желание писать пьесы, я человек не связанный с театром, ну, никто, когда я начинал писать пьесы, я тоже был не связан с театром, и более того, я, скажем так, всеми силами старался не становиться человеком театра, то есть, ну, я не общаюсь ни с режиссерами, с актерами, не погружаюсь в эту жизнь, не читаю журналов по критике театральной там и так далее, и так далее, да, то есть, будучи драматургом, я стараюсь не становиться человеком театра, то есть, не погружаться в эти разборки их бесконечные, и так далее, и так далее, то есть, ну, я много хожу в театр, как зритель, там, раз в неделю так точно на что-нибудь смотрю, благо я живу в Москве, да, Москва – это театральная столица мира, драматического театра, да, то есть, понятно, что есть города, где хороший музыкальный театр, да, но драматического театра в таком количестве и качестве нет нигде, да, сравнимый город, только Лондон, да, но в Лондоне все-таки театр, ну, признаем, это все-таки более попсовый, попсовый, чем наш, ориентированный на массового зрителя, вот, и сам театр, да, я занимаюсь только драматургией, то есть, я изучаю именно написание пьес, поэтому не надо, не надо погружаться в это все, и мы на курсе пьесы, мы будем заниматься пьесой, а не театром. Историю театра мы не будем изучать, хотя я учил, когда учился, да, мы изучали историю зарубежного театра, историю российского театра, естественно, мы все это изучаем. И во ВГИКе у нас был курс по зарубежному театру и по российскому и на филфаке. Можно ли качать в правой руке роман в левый бизнес? Да, вполне можно. У нас, я не знаю, Паша здесь или нет, Паша Манылов, если ты здесь, то откликнись. Вот Павел у нас бизнесмен, и он успешный, успешен достаточно как бизнесмен, и он очень хороший прозаик. Вот написал роман «Папа». Блестящий роман, на мой взгляд, который кучу премий выиграл. Тоже в мастерской написал. Поэтому да, конечно, можно. Оно будет, естественно, да, вот или одно будет перетягивать на себя энергию, а другое хереть. Ну, конечно, будет, естественно, да. Но можно и увеличивать уровень энергии своей, да, за счет правильного графика, за счет здорового образа жизни, там, и так далее, и так далее. То есть, если вы, например, пишете, а потом идете бухать, ну, выйдите, еще и туда энергию сливаете. Вот. За счет организации, за счет делегирования, поэтому да, все это можно сделать. Стоит ли на время написания романа часть функций по руководству бизнесом переложить на сотрудников? Да, да, стоит. Более того, даже если вы наемный сотрудник, да, опять же, вы можете внутри своей компании, не будучи владельцем компании, устроить дела так, что какую-то часть своих дел, какую-то часть обязанностей переложите на других людей. И мы это должны уметь. Мы должны быть, что называется, византийцами. Здесь формального какого-то волшебного слова, а вот вы скажите им вот это, вот это, вот это, трахте бедок, да, и вас сразу же освободят от работы. Нет, ну, надо кому-то лизнуть, кого-то, это самое, кого-то поцеловать, кого-то укусить, кому-то кофе принести, может быть, даже кому-то в постель кофе принести, да, но добиться того, что вам надо. Вот. Но я считаю так, что если Бог дал вам талант писательский, ваша задача этот талант реализовать. А все остальное это поддержка и обслуживание этого вашего таланта. Поскольку писателей все-таки не так много, в отличие от бизнесмена. Так, если у вас получился не очень хороший текст, вы его откладываете, не обязательно редактируете до идеала, просто пишите другие тексты. Да, совершенно верно. Более того, у меня есть тексты, которые я не смог дописать. Причем довольно большие тексты. Да, то есть, опять же, нужно понимать, да, что когда ты... Понимаете, я верю в то, что текст где-то есть. Когда ты его... То есть, он уже есть. Да, и ты его просто записываешь. Иногда бывает так редко, не так часто бывает. Вот я когда убийцу писал, да, у меня такое ощущение, что просто вот Бог сидел со мной на этой кухне в Перово и диктовал мне на ухо этот текст. То есть, настолько я сидел, только записывал. Вот. А бывает так, что ты тащишь этот текст, тащишь, вытаскиваешь и ничего не получается. Бывает так, что идешь через сопротивление, вытаскиваешь и он появляется. Вот его не было, а он есть. Бывает такое. А бывает тащишь, тащишь, тащишь и не можешь вытащить. Сил не хватает. Вот. И если чувствуешь, что сил не хватает, да, значит, надо сдаться. Значит, что-то не то. Может быть, в идее что-то не то. Вот. И даже если ты Халк от писательства, да, вот Лев Толстой, Лев Николаевич Толстой, самый, ну, самый большой писатель в мире. В мире. Я считаю, что Толстой больше, чем Шекспир. А если там, я сейчас как раз Шекспира перечитываю, да, и вот для меня очевидно, что при всем уважении к Барду, конечно же, он величайший, величайший гений, да, но с Толстым никто не сравнится. Все общепризнаны в мире, общепризнаны, да, что Лев Толстой величайший писатель в мире. Больше Гёте, больше Гомера, да, больше кого угодно. Вот. То есть сила его просто очевидна, да, ты берешь страницу, да, и этой страницей, этим симптомиком его, да, можно там целую страну отапливать, столько там энергии писательской. Но он не смог написать роман про Петра Первого, потому что у него была какая-то идея про Петра, да, которую он пытался протащить в свой роман. У него не получилось, да, не пришло еще время, он не понимал Петра, так как его надо было понимать. Еще мир не созрел, дистанция была слишком короткой. И в итоге про Александра он написал, про Николая он написал, да, Хаджи Мурата, а про Петра написать не смог. И только тогда, когда страна показала, что это такое, как это работает, да, следующий Толстой, Алексей Толстой, посмотрев и близко общаясь со Сталином, вот только тогда он что-то про Петра смог понять. И написал в итоге, да, только следующий Толстой смог написать про Петра. А этот не справился. Вот. И Алексей Толстой, конечно, тоже хороший, мощный писак, но со Львом Толстым его не сравнить. Но вот этот роман выдали ему, а Льву не выдали. Поэтому Толстой это такой Халк? Мощь. Вот, окей, хорошо. Давайте заканчивать, значит, последний. Кстати говоря, вот то, что я вам сейчас скажу, оно очень хорошо помогает пережить откат. Да, то есть, когда вы выходите из какого-то, из какой-то учебы, да, или какого-то вообще любого действия, значит, за счет чего можно смягчить вот этот выход? За счет отзыва. То есть, что такое отзыв? Да, вы проживаете какой-то опыт жизни, и дальше у вас этот опыт, да, он большой, он не структурированный, да, то есть, хотя я и там раскладывал все по полочкам, да, но тем не менее, все равно, да, это два года, куча событий, трансформации, изменений и так далее, и так далее, да, много всего происходило в вашей жизни за эти два года. Да, и дальше, если вы просто вот пошли дальше, да, и оно у вас сзади хвостом таким, это все тащится что-то, цепляется хвост за репейник, отрывается там и так далее, и так далее, да, что надо сделать? Нужно взять это все, оглянуться назад, пересмотреть и сложить, упаковать компактно, да, то есть посмотреть, ага, хорошо, какой я пришел сюда на тренинг, какая у меня была ситуация, это первое. Второе, что со мной происходило за это время? Третье, что изменилось в моей жизни, да, и какой я сейчас? Вот был такой, стал такой, вот это вот изменилось, вот то-то, то-то со мной происходило. Вот, и дальше важно всегда, когда делаете отзывы, да, и вот вы кладете это на полочку, да, где-то в своей памяти, и оно у вас дальше в этой полочке, оно у вас сложено и структурировано, да, и в любой момент, когда вы захотели, протянули руку, вот именно за счет отзыва, то есть отзыв, он структурирует ваш опыт, да, понятно, что вы не все опишите этого опыта, да, но вы напишите, важно, важно было, вот это первое, второе, третье, четвертое, да, вот положили, и в любой момент вы туда руку протянули, достали его, да, и распаковали, потому что каждый раз, когда мы что-то вспоминаем, да, мы это воспоминание по новой пересобираем, от этого возник синдром вот этого ложного воспоминания, там, и так далее, и так далее, да, мы детали всегда каждый раз по-разному вспоминаем. И важно, отзыв всегда надо писать восторженный, то есть всегда даже не позитивный, а восторженный. Почему? Потому что, да, смотрите на то, что произошло лучшего, лучшее с вами за это время, потому что, ну, худшего тоже у нас с вами много, много всего, и у нас с вами здесь много всего худшего происходило, да, я и матом ругался, и разрыдался один раз в эфире, там, помнят кто-то или нет, да, и такое было, и нахрен посылал кого-то из вас, да, и банил, да, то есть всякое бывало. Такая жизнь у нас с вами. Вот. Но важно то, что самое главное… И я понимаю, что какие-то вещи, может быть, корявые здесь были, потому что я же тоже, я все время меняю, все время докручиваю, вот, и я тоже человек, я могу ошибаться в чем-то, да, с чем-то вы можете быть не согласны со мной, да, вот смотрите всегда не на то, какие были недостатки. Когда я читаю сценарий учеников тоже, я на недостатки, конечно, тоже смотрю, но для меня важно достоинство, да, я стараюсь находить достоинство, вот это хорошо, вот это хорошо, вот это хорошо, вот это надо развить, здесь персонажи хорошие, да, вот здесь диалог хороший, здесь сюжетный код хороший, вот это, это развивайте, да, И вот то же самое, когда пишете отзыв. Всегда на что угодно. Книгу прочитали тоже всегда. Пишите о достоинствах. И если вы обращаете внимание на достоинства в первую очередь, вы тем самым то, что вы получили, увеличиваете. То есть книгу прочитали, можно сказать, да, прочитал книгу, там, блин, ошибка на 72 странице. И у вас она так и останется, книга с ошибкой на 72 странице. А если вы прочитаете, да, там ошибка на 72 странице, но зато там вот это, я мысль вот такую узнал, да, и вы вот эту ценность увеличиваете для себя. Вот. Так что пишите, пишите восторженный отзыв. Так, домашние задания. Пишем отзыв в своих соцсетях, на своей странице. Указывайте, укажите там ссылку на что угодно, да. Хотите на YouTube, укажите ссылку. Хотите на страницу видео, где все видеоуроки здесь у меня собраны. На какую-то страницу, где собраны все видеоуроки курса, да. Может быть, кто-то из ваших подписчиков тоже захочет в записи там это дело послушать. Поэтому давайте вот ваша плата за эти два года привлечь как можно большее количество ваших подписчиков, чтобы они захотели послушать в записи уроки нашего года денег и практической магии. Вот, собственно, все. Наверное, и будем прощаться. У вас есть любимое произведение у Толстого? Очень по-разному. Есть вещи, которые я у него прям люблю, да. Например, я казаков очень люблю. Я очень люблю детство, отчество, юность, да. Естественно, я очень люблю «Войну и мир», да. Я не люблю Анну Кареню, да. У меня сложные отношения с Хаджи Муратом, которые я считаю, ну, совершенно выдающимся произведением, но эмоциональные связи, оно у меня эмоционального отклика не вызывает. Я спокойно отношусь к воскресенью, да, то есть все по-разному. Но Толстой – это автор на всю жизнь. То есть, может быть, через какое-то время, да, я прочитаю «Воскресенье» и скажу, вот, «Война и мир» – это фигня для подростков, да, приключенческий роман, а вот «Воскресенье» – это как раз то, что надо, поэтому… Толстой – это автор, которого надо читать всю жизнь, читать и перечитывать. И я его, там, «Войну и мир» я перечитывал, ну, не знаю, раза четыре, так точно. Так, курс по скорочтению. Не знаю, не откликается, скажем так. Так, я понимаю, тоже у меня много запросов на этот курс по скорочтению, но для меня это как побочное течение такое. Посмотрим. Будет время и желание, так проведу. Ок, все. Дальше, друзья, идите на курс по пьесе, будем пьесу писать. Курс крутой будет, там в нем я фактически тоже, я в каждом следующем курсе своем, да, я концентрирую весь опыт свой, который вошел в предыдущие курсы. Плюс у нас же мы убрали базовый сценарный курс в следующем году, и, соответственно, да, вот освободилось место на курс по пьесе. Будет крутой курс, сто процентов. И я надеюсь, что многие пьесы, которые там будут написаны, да, вот через год меня будут, выпускники приглашают на премьер в театре. У нас есть, есть выпускники, там, Елена Коллегова, которая все премии театральные выиграла, какие только можно. Ну и плюс у нас был, три года назад, был такой бесплатный курс дисциплина, который я вел как раз-таки, который мы делали с театром Старый дом в Новосибирске. Вот, и там 10 участников курса было, тоже онлайн я его вел. Ну, вот, и там, по-моему, более или менее все пьесы, которые были там написаны, они там поставлены в театрах. Поэтому присоединяйтесь. Все, пока-пока.